Всем огромный привет еще раз! Я очень рада, что вы заглянули на мой канал. И это вторая часть видео о пустых баночках Марта. И в этой части я расскажу и покажу средства, которые мне понравились, и которые я обязательно советую попробовать и вам. Если вы не видели первую часть, то пройдите по ссылке, которую я оставлю в инфобоксе. Ну, а к второй части мы приступим сейчас. Итак, первое средство, которое у меня закончилось, и я его хочу посоветовать вам, это жидкое мыло для рук от Organic Shop с органическим экстрактом граната, с маслом пачули под названием гранатовый браслет. Превосходное очищающее, питательное и восстанавливающее средство. Великолепное жидкое мыло в объеме 500 мл, которое абсолютный фаворит на сегодняшний день для меня. Я советую вам его попробовать. Второе средство, это также средство от Organic Shop, но вы все его прекрасно знаете, и мне даже нет смысла его вам советовать. Это скраб для тела, это кофейный скраб. Здесь в составе органическое масло кофе, тростниковый сахар, здесь 250 мл. Потрясающий аромат, который остается в ванной, который остается на теле, потрясающие, отшелушивающие, даже такие полирующие частицы, которые великолепно превращают кожу во что-то очень гладкое и бархатистое. Приглядитесь. Следующее средство, это средство просто бомба. Я его открыла для себя не так давно. Это средство от марки Lush. Это лосьон для рук и тела с названием «Люби себя». Здесь в составе есть настой стручков ваниль, и он действительно пахнет, знаете, таким подтаявшим пломбиром, слегка сладковато, но в то же время с какой-то такой освежающей нотой. Его потрясающее восстанавливающее действие, потрясающее увлажняющее действие. Я была просто покорена этим средством. Здесь 240 мл, которого мне хватило на очень долгое время. Оно прекрасно разносится по коже, и от него потрясающе бархатистая и гладкая кожа. Я очень советую вам его попробовать. Вам понравится действие, и вам понравится этот аромат. Следующий у меня закончился дезодорант для... Дезодорант? Это дезодорант от марки Vichy. Много я о нем слышала, много видела в различных видео. У меня это дезодорант с шарик, регулирующий избыточное потоотделение. И здесь защита на 48 часов, именно дезодорант с зеленой крышечкой. Очень хороший дезодорант, с которым я сначала абсолютно не подружилась, потому что он для меня оказался достаточно интенсивным. Первые, наверное, пару недель у меня было ощущение постоянно стянутости, сухости. Я не понимала, что происходит. Потом я поняла, что мне этим дезодорантом нужно пользоваться раз в два, то есть в три дня. Он меня защищает на ура. У меня нет никакого избыточного потоотделения, я вообще этим не страдаю. Поэтому отличная защита раз в три дня. При этом абсолютно не пачкает одежду. Имеет очень приятный такой кремово-цветочный аромат. Очень хорошее средство. Поэтому абсолютно могу посоветовать всем. Следующее средство – это уже мой такой must-have, наверное, на очень многие годы. Это жидкость для снятия лака. На этот раз у меня супер укрепляющая от Sally Hansen. Абсолютно могу рекомендовать ее всем. Хотя кто-то говорит, что эта жидкость плохо снимает глиттерные лаки. Не знаю, по-моему, она это делает на ура. Не могу сказать, что я вам советую именно вот эту ультра укрепляющую. Я советую вам всю линейку жидкостей для снятия лака от Sally Hansen. Это, наверное, лучшая жидкость, которая прекрасно снимает лак и которая не сушит ногти. А самое главное, она не сушит кутикову. Советую вам. И следующие раза три-четыре средства. Средства для лица. И первое средство – это от марки Freshline. Маска Peeling. У меня есть отдельное видео об этой маске. Это великолепное средство, которое имеет достаточно крупные, но в то же время такие круглые гранулы, которые очень хорошо очищают, полируют кожу. И, конечно же, то, что эту маску можно еще оставлять потом на несколько минут. Кожа потрясающе напитывается всем тем, что есть в составе. В составе есть миндальная косточка, масло ши, масло авокадо, экстракт овса и ванили. Я советую приглядеться всем к этому пилингу, к этой маске пилингу, потому что и очищающие, и отшелушивающие, и выравнивающие действия здесь выполняются на 100%. Следующее средство у меня в миниатюрке пробники. Было это в коробочке, и это от марки Dicleor. Молочко для снятия макияжа, для снятия загрязнения. И подходит оно для лица, и оно с маслом Мироли. Это что-то потрясающее. У него действительно отличный аромат. У него молочковая текстура, которая с соприкосновением с кожей превращается во что-то такое бальзамоподобное. Прекрасно очищает, очень мягко, очень деликатно. Я вообще начинаю влюбляться в Dicleor, поэтому ждите, наверное, в покупках будет что-то отсюда. Следующее средство это маска для лица. У меня также есть видео о масках. Это масочка от марки PAYO. И маска предназначена для, наверное, всех типов. В основном для чувствительной, конечно же, для кожи с покраснениями, для кожи с какими-то, может быть, очень сухими моментами. Потому что, конечно же, она за те 10-15, я иногда даже выдерживаю до получаса ее, исполняет все свои функции. Она прекрасно смягчает кожу, она ее великолепно восстанавливает, она снимает реактивность, она снимает покраснение. То есть, если у вас есть потребность в таких средствах, то я очень советую вам маску от PAYO. И последнее средство на сегодня это средство от марки BIODERMA. Я думаю, что вы уже все догадались. Это средство для лица, которое я для себя не так давно открыла. И это BIODERMA SEBIUM A.I. И это интенсивное средство для кожи с тенденцией КАКНЕ. То есть, это средство, которое меня избавляет от каких-либо прыщиков, а они у меня бывают в зоне лба, за ночь. То есть, оно просто стирает прыщи, воспаление на моем лице. Я не говорю о том, что у меня какая-то безумно проблемная кожа, что у меня очень жирная кожа. Нет, она абсолютно не жирная, она такая комбинированная, склонная в жирность. У меня бывают воспаления, бывают прыщики. Но вот с этим средством я просто об этом забыла. И мой лоб очень хорошо очистился. К сожалению, на этот раз мне пришлось купить другое средство, потому что этого не было. Но я могу на 100% посоветовать вам, если вы не очень страдаете от прыщей и воспалений, то это средство вам точно поможет, и оно вам понравится. Итак, это были два видео о моих пустых баночках, которые закончились в марте месяце. Надеюсь, вам понравилась моя идея снимать видео о пустых баночках за и против. Так что, надеюсь, так дальше и будем снимать. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо за лайки, за подписки, за то, что вы у меня есть. Я желаю оставаться вам всегда красивыми, всегда позитивными. Я очень вас люблю. Мы с вами обязательно увидимся в следующих видео. Услышимся мы с вами в комментариях. И пока!